В последнее воскресенье октября все автомобилисты России отметят свой профессиональный праздник. Он был утвержден указом Президиума СССР в 1980 году. День автомобилиста – это праздник не только водителей, но и ремонтных служащих, инженерно-технических работников. Сегодня в честь праздника в Наринмарском АТП состоялось торжественное собрание. На нем одного из сотрудников ждала высокая государственная награда. О том, как дорога длиной в 23 года и несколько тысяч километров привела простого водителя из Наринмара к званию заслуженный работник транспорта Российской Федерации, расскажет Любовь Пермякова. Водитель пассажирского автобуса Анатолий Провилов отправляется в очередной рейс. Времени нет даже на то, чтобы рассмотреть полученную награду. Сегодня в резерве нахожусь. На Сахалине автобус сломался. Я к подменной еду его подменять. Вот и получается, что никуда не успеваешь. Пять минут назад вместо руля водителя ТП с 23-летним стажем держал в руках нагрудный знак «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации». О том, что ему присудили такую высокую государственную награду, он узнал случайно. Неожиданность у меня была сама, когда я поехал в отпуск на Борже, и ко мне на Борже люди подходили, а что, говорит, не проставляясь. Я говорю, как, за что я буду проставляться? За то, что еду на Борже в отпуск? Да нет, хотя бы за награду. Вот. Посмотрели через интернет, да, сам ответ. Это у меня было, конечно, так вот новостью. Вообще, даже что-то там, что-то собирали, какие-то документы, но я не думал об этом, что так будет всё. Спасибо, так думал. Значит, что-то, короче, сам ответ. Кому-то что-то я ещё где-то нужен. Навыком вождения Анатолий Борисович обучался в Наринмарском профессиональном техническом училище. После службы в армии перед мужчиной не стоял вопрос, куда пойти работать. Тогда было с работы очень трудно, там, 93-й год был опять, там, туда-сюда, всё. До армии практику проходил в ВТП, потом пришёл, тётку вместе с удовольствием взял, и всё, и пошло, поехало. И уже всё. Корнями в рост, считайте, ВТП. Тяжёлые времена прошли, признаётся нам заслуженный работник транспорта Российской Федерации. Но любовь к профессии осталась. Не жалеете о выбранной профессии? Да ни капельки. Не приходится жалеть, всё хорошо с вами. А вот что нравится в вашей работе? Нравится. Работа сама нравится. Техника. Работаем, людей возим, перевозим. Ну, вы вообще любите, да, свою работу? Да, конечно, сама. Да, вообще, я сама так. Каждый человек должен любить свою работу. Таких любящих свою работу в Наринмарском АТП трудится более ста человек, большинство из которых – это водители и кондукторы. Сегодня вместе с Анатолием Провиловым обеспечивает транспортное сообщение по маршруту Наринмар-Искателей кондуктор Елена Борисова. Порадовались за коллегу? Очень, 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 очень. Да, конечно, вы что. Во-первых, такая ответственность, да. И получил, заслужил. Ничего не могу больше сказать. Заслужил, молодец. Ну, очень хороший водитель. Я его очень давно знаю. Когда я давно работала, он тоже работать это начинал только ещё. Молодым был водителем. Ну, ответственный очень человек, и с ним работать приятно. Идёшь на работу, уже знаешь, с кем работаешь, и уже и настрой хороший, и знаешь, что всё, всё будет хорошо. Всё будет хорошо, уверено и руководство АТП. Ведь успех их предприятия во многом зависит от людей, которые там работают. Это не только водители, но и механики, инженеры, слесари. За свой добросовестный труд сегодня многие из них получили благодарственные письма и почётные грамоты.